Сибирская трансформация Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Как и когда возникла идея первого сезона проекта? Если коротко, изначально был проект в формате спорта, в формате привлечения максимально людей из спортзалов, и у нас была цель сделать из них спортсменов. Но потом получилось так, что мы решили попробовать с активными обывателями, и буквально первый сезон превзошел все ожидания. У нас на первый день старта пришло более ста человек с первого раза. И мы поняли, что делаем нужное дело, и вот тут пошло. И после этого уже сейчас седьмой сезон, онлайн сезон, два сезона в Новокузнецке. Поэтому все хорошо. Вы говорите, что 100 человек пришло. И какие результаты эти участники показывали? И неужели все эти 100 человек дошли до финала? Как они, может быть, кто-то отсеялся по дороге? Ну, средний процент ухода участников – это 20-25%. Ситуации разные. Кто-то, может, на самом деле не рассчитал свои силы. У кого-то какие-то обстоятельства, смена работы, переезд и так далее. Кто-то не готов был именно в этом сезоне. А так, ну, вот из 100 человек, условно говоря, там 75-80 доходит до финала. Но что самое сложное для них? Для тех, кто отсеялся по какой-то другой причине, нежели переезд, например? Что самое сложное? Мы не всегда готовы к переменам. Мы можем желать что-то, желать. Но в любом случае, для того, чтобы получить желаемое в любой сфере, абсолютно в любое, надо сделать определенные шаги. И, может быть, именно в этот раз человек не готов отказаться от каких-то прелестей. От еды любимой. Ну да, пусть будет еда. Но это не самое главное, да, я так понимаю? Еда – это не самое главное. Суть проекта вообще, да, что человек попадает в группу единомышленников, да, там, в единый чат. То есть люди общаются, встречаются, у нас есть соревнования, лекции по правильному питанию, лекции, как правильно готовить еду, чтобы… То есть мы учим людей, как войти в другую жизнь, как сойти с рельсов, на которые они встали, да, и которые привели к тому, ну, пусть к телу, которое уже не устраивает, да. Вот. И мы учим, мы показываем, мы ведем куда надо. И наставники очень плотно работают с подопечными. На самом деле у нас классно. Без шуток я могу от всего сердца сказать, что я горжусь этим проектом. Вот в данный момент уже более тысячи человек были участниками проектов. У нас… Трансформировались и стали красивыми. Да, и не только физически, кто-то поменял, помимо тела, поменял, не знаю, работу, образ жизни. У нас очень много свадеб было после проекта. То есть люди встречаются, меняются, женятся. То есть это такой социум, классный социум, это изменение. Попадая к нам, люди меняются, на самом деле меняются. Не только тело, но и жизнь меняют, я так поняла. Начинаем с тела, да, меняем все остальное. Ну вот я знаю, что в конце января стартовал новый сезон проекта. Кто в нем участвует, опять же, я знаю, что есть личности известные. Допустим, министр спорта. Да, Алексей Анатольевич высказал доверие, пришел к нам. Вот, я буду его наставником, очень здорово, очень рад. Мне кажется, будет классно. Я мастер спорта, он мастер спорта. Думаю, мы найдем какой-то этот консенсус. Остальные просто люди, как говорится, с улицы или тоже есть еще какие-то известные? Ну, на самом деле, в каждом проекте есть люди успешные, люди успешные в своих областях. Очень много. И в этот раз так же. И у нас есть и с вашей области, и со СМИ, да, есть и министерство спорта, есть и управленцы. Ну, наверное, это не основное, на что надо смотреть. Смотреть на то, что приходят люди, которые хотят что-то изменить. Да, и цель может быть разная. Кто-то хочет обрать вес, это тоже актуально, хотя кажется странно. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет уже, кто-то подумывает о выступлении на соревнованиях, но не решается. И вот тут две спортивные категории есть. У нас есть физик мужчины, физик женщины, аналог категории пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини. Все знают, да, что такое фитнес-бикини. И это такое украшение проекта, когда на сцену выходит 25-20 звездочек в красивых купальниках, ребята с кубами пресса, в гриме. То есть классно. То есть вот две категории спортивные и пять категорий, у меня язык не выворачивается, сказать не спортивные, категории активных пользователей зала. Мужчины и женщины до 35 и свыше и женщины-мамочки в декрете, я так называю, те, кто имеет маленьких детей. Окей, если бы вы были у нас, я вас приглашаю на финал проекта, вы поймете вот этот драйв, вот эти эмоции. У нас самые такие активные всегда зрители. К сожалению, не получилось, все желающие хоть раз пустить рассадка через одного, сами знаете, да, там было около 150 человек. Обычно у нас больше 300 всегда в зале, но вот шум, гомон, поддерживают близких. Ну, представляете, какой человек, там, 120 килограмм в проект и заканчивает, там, 90 с маленьким. Или, допустим, пришел человек абсолютно не спортивного вида, девочка, и выходит на сцену в категории, там, мамочки, с намеком на кубы пресса, с проработанными плечиками стали. Ну, в общем, красавица. Да, да, это здорово. А вот я еще один вопросик все-таки про Перфильева, Алексея. Ну, не могу не спросить у вас, как у тренера. Ну, вот мне кажется, что он такой здоровый, крепкий человек, и, в общем-то, и лишнего веса у него нет. Ну, вот у него какая задача? Вот вы видите, какую? Я вижу, что надо, ну, может быть, такой небольшой секрет открою, ну, думаю, Алексей Анатольевич, да, ну, он собирается вернуться в теннис. И вот моя задача там не только, я поставил такую задачу, не только внешние изменения, да, а именно функциональные изменения, выносливость, скорость, это тоже очень важно. Я бы очень хотел, чтобы вот соединилось два направления, внешние изменения и те качества мы бы улучшили, которые приведут к успеху в его виде спорта. Все, поняла. А вот нас сейчас увидят, услышат, ну, и наверняка уже слышали многие, и появится желание попасть в проект вот в этот именно. Есть еще шанс или уже все, или ждать следующего? Да, можно успеть, можно успеть, до 1 февраля, до набора идет, вот, да, можно просто на страничку зайти, Сайберия Троформация, она известная страничка. У нас в этом году рекорд, у нас больше 150 человек, думаю, будет, такого не было, чтобы набирали вот так еще, если учесть Новокузнец, в котором вот на выходных будет старт, я думаю, и там больше 100 человек будет. Вот скажите мне, пожалуйста, Александр, мы немножечко отойдем от проекта, что все-таки важнее в процессе похудения, да, питание или физическая нагрузка? По мне, самое главное, это желание. Если есть желание, все будет хорошо, все будет хорошо, если желания нет, ни один тренер, ни один супер-мотиватор, никто тебя не вытащит из этой резины, да. А самое главное, именно в сбросе веса, это дефицит калорий, то есть мы можем сидеть целый день на работе, не вставая, да, и очень мало кушать, но при этом не худеть. Мы можем много кушать, но еще больше двигаться, тратить все это, и при этом улучшать постоянно форму. По мне, так это идеальная ситуация, когда человек много ест, правильно ест, ест правильный продукт, и много двигается, тренируется, и именно тогда результат отличный, а не когда мы пытаемся замолить себя голодом, это неправильно. Вот это, кстати, вы сейчас тут предвосвитили мой следующий вопрос, насколько часто нужно тренироваться человеку, который, допустим, 8 часов проводит на работе, еще на работе сидячий? Ну, опять-таки, да, отталкиваемся от того, что у нас расход калорий, расход должен быть больше, чем приход. Вот мы с вами, как раз, недавно говорили, что вот в чем индивидуальность, да, это один из моментов индивидуального подхода, и мы это в проекте рассматриваем всегда. То есть кто-то работает лопатой, ну я утрирую, да, а кто-то сидит. Поэтому вот калораж вставляется из всего этого. Вот, по тренировкам также. Как правило, для активного пользования, для задов хватает 3 тренировки в неделю. Как правило, мы же не только тренируемся, да, мы еще и должны восстанавливаться, и сам процесс идет именно в тот период, когда мы восстанавливаемся. Если не будем слишком много тренироваться, тоже вы это сегодня говорили, да, что когда можно же и 3, и 4, и 5 раз в день потренироваться, это не есть хорошо, результат будет скорее негативный, чем позитивный. Это, ну я просто знаю людей, которые тренируются каждый день, да, допустим, проводят время на работе, потом тренируются каждый день. Это нежелательно? Или это смотря в зависимости от организма? Объявленный опыт, определенный опыт, если человек близок к уровню профессионала. Ну, допустим, вы, да? Я не каждый тренируюсь, кстати, на самом деле я тренируюсь 3-5 раз в неделю, и тренировка тренировки рознь, да, то есть если мы там какую-то небольшую мышечную группу тренируем, 30-40 минут, я по большому счету не считаю эту тренировку. То есть я побегал полчаса, это не тренировка, это просто моя двигательная активность. А у людей тренировка это где-то час все-таки, на самом деле, люди считают. Час-полтора, ну давайте так, очень мало кто укладывается в час, да, потому что размяться, надо потом потренироваться. Ну это я имею в виду где-то вот в залах, в залах, там в фитнес-центрах каких-то, это вот все-таки час. Ну, давайте так, вот час-полтора, все-таки вот так вот. Поняла. Назовите три главных правила для тех, кто решил перейти на здоровый образ жизни. Вот три. Ну, хорошо. Если можно три, ну ладно, давайте больше, если вдруг в три не укладываемся. Ну, сразу, да, питание. Вот я очень много смотрю в интернете, да, там где-то еще какие-то другие источники, что там, приходи ко мне, да, я худею на бургерах, на чипсах и так далее. Ну это вообще смешно, если честно, даже мне, даже мне, не то что вам. Вот, этого много, этого много. Действительно можно похудеть и на бургерах, и на чипсах, ну на очень небольшом количестве, да? Это же для здоровья все равно вредно. Да, то есть мы не получаем необходимые микроэлементы, как бы не есть хорошо. То есть нужно понимание, да, что мы в любом случае чистим питание. Если остаются какие-то вещи не совсем правильные, в кавычках, то они минимальные, там, и как правило, в первую половину дня, и при хорошей двигательной активности, да? Второй момент, что действительно нужна двигательная активность, и это не только с точки зрения похудения, это с точки зрения своего повседневного существования, хорошей качественной жизни. Потому что если мы не будем тренироваться, мы не будем двигаться, у нас будет минимальный тонус мышц, да, у нас будет, да у нас очень-очень все плохо будет, особенно у мужчин. Я считаю, что мужчин, даже если пахать, работать, тренироваться, только тогда мужское либидо выходит на хороший уровень. Ну, честно, мне кажется, что и у женщин тоже, все-таки, хоть и говорят, что у мужчин, то у женщины тоже должны заниматься. А многие вот занимаются сейчас в последнее время по видеоурокам. Огромное количество у нас в интернете, в видеоуроках всевозможных. Эффективны ли вообще такие тренировки, вот для, допустим, вот он один занимается, или она там одна выбрала себе кого-то и занимается? Немножко закончу на предыдущий вопрос. Да, да, хорошо. То есть еще самый главный момент третий, вы сказали, что это сон, восстановление, если человек не спит, он не восстанавливается, результата не будет. Вот, переходим дальше. Да, если тренер, онлайн-тренер квалифицированный, если у вас есть желание, если есть какая-то система отчетов, это очень важно, мы все должны отчитываться, что на работе, что дома. А, вот так, то есть обязательно система отчетов. Конечно. Не то, что ты просто смотришь и делаешь, нет. С собой договоришься всегда, с собой договоришься. Я даже договариваюсь с собой, тренер должен быть всегда. Сегодня я не позанимался и, да ладно, что там я завтра наверстаю, да. Вот, да, поэтому вот эта линия конечная, дедлайн, к чему мы идем, она всегда должна быть. И вот в проекте, кстати, здорово, когда у нас вот эта сцена, да, когда люди выходят на сцену, к зрителям, это вот для многих такой… Вообще они стесняются, они… Стесняются, стесняются, но это такая серьезная мотивация, серьезнейшая мотивация именно показать форму. Я всегда говорю, вы представьте, что вы выходите, и у вас в зале там 200 человек, а вы в купальнике стоите. Это мотивация наилучшая, особенно для женщины, мужиков… Просто перестанешь есть. Вот, так что, да, на проекте это есть. А онлайн тренер, тренер должен спрашивать, должен с подопечного вытрясывать результат, но если он хочет, если он хочет. Если не хочет, ничего не получится. То есть надо выбрать такие видеоуроки, где, в общем-то, есть обратная какая-то связь. Я бы выбрал какого-нибудь именно тренера, да, который идет и на связь, и четкость тема построенная есть. И самое главное, чтобы тренер был заинтересован в результате подопечного. Вот основное, что. Ну и вернемся к проекту, времени у нас мало остается. Кроме того, что участники преобразят свое тело, выйдут на сцену, на них все посмотрят, что их еще ждет? Ну, я знаю, в принципе, да, что некоторые и сами становятся тренерами даже. Вы знаете, у меня уже ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять случаев. У меня, по большому счету, коллектив больше 15 человек, 20, да, у нас. Только в Барнауле и еще столько же в Кемерово. Вот в Барнауле там 95% это те люди, которых я воспитал, да. Кто-то приходил после у нас педагогического университета, кто-то приходил вообще с другой области. И сначала там просто занимались в зале, потом учились и шли работать тренерами. Так же и в проекте у нас. Это такой, знаете, круг, круг такой, если человек хочет, хочет помогать другим, если человек на своем примере научился, получил знания, развивается дальше, почему нет? Да нет, ну это вот награда как бы такая есть или еще какие-то есть. А, призов, призов-то у нас куча, у нас 150 тысяч призовой фонд, он делится между участниками. Но я всегда говорю, что это не самое главное, но приятный бонус, потому что самое главное это результат нового актива. Ну да, это самое главное, когда ты красивый вышел на сцену в купальнике, и тебе как бы вообще даже не стыдно. И даже в шортах. Мужчинам тоже очень важно быть красивыми, как ни странно. Ну, я как бы о своем все, поэтому. И, значит, и даже есть еще какие-то бонусы в виде подарков. Подарки от спонсоров, призовые, вот 150 тысяч. Смотрите, еще момент. Мы в этот раз немножко изменили формат проекта, и мы будем приходить домой, приходить на работу к нашим участникам, в спортзал, снимать видео, как происходит трансформация. Тоже мотивация двигаться дальше, потому что к тебе приходит домой тренер, с камерой ты показываешь, что ты как готовишь. Стараемся такой элемент реальти-шоу внести, потому что многие смотрят, думают и не решаются. Чтобы люди увидели, да, что это реально, абсолютно реально скинуть 20-25 килограмм. И пришли в следующий проект. Да, да. Спасибо вам большое, желаю удачи, и не только вам, но и всем вашим подопечным. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Александром Барбашиным, который организовал проект «Сибирская трансформация».